Автомобиль провалился под землю на садовом проезде. К счастью, никто не пострадал, кроме самого транспортного средства. Дыра образовалась внушительной, глубиной около полутора метров. В деталях происшествия разбиралась Анна Чернова. Автомобили аккуратно объезжают этот участок дороги на садовом проезде. Еще вчера здесь не было ни предупреждающих знаков, ни этой большой ямы. Она образовалась из незначительной трещины. Асфальт обвалился уже поздно вечером, причем в отверстие чуть не ушла легковушка. На канала теплостевая камера, может, старая была. Многие автомобилисты и сейчас с опаской ездят по проезду. Думают, что яма может стать еще больше. Сейчас эта яма настолько большая, что в нее вполне мог провалиться малолитражный автомобиль, пока ремонтные работы не начались. К тому же здесь стоит вода. В любом случае, чтобы привести эту дорогу в порядок, требуется глобальная реконструкция. На садовом обвалилась плита тепловой камеры, объяснили в теплосети. Однако коммунальщики ответственность за этот объект на себя не берут. Говорят, этот тепловой коллектор у них на балансе не стоит. Да и, судя по внешнему виду, он давно не работает. Возможно, это какая-то трасса, какая-то давно забытая, заброшенная. Но, тем не менее, и непонятно вообще. Просто если бы для чего-то ее строили, она бы какое-то участие принимала в технологическом процессе. Плита обвалилась, потому что конструкция давно обветшала, сказал заместитель руководителя администрации Владимир Покамин. И пообещал, что уже в ближайшее время там начнут работать дорожники. В течение двух-три дней ремонт будет закончен. Сейчас там установлены знаки, чтобы никто не попал в ориенную ситуацию. Потому что там необходимо, чтобы песок осел, потом бетон высох и засфальтирует. Опасности дальнейшего обвала также нет, заверил чиновник. Пока автомобилистам придется потерпеть временные неудобства и внимательно объезжать этот участок дороги. Анна Чернова, Евгений Пуговкин, Артем Удников, Плярь ТВ.